Привет, друзья! Сегодня буду готовить бастилу. Это очень вкусно, это похоже на самсу либо курник, только порционное такое, очень сочное и очень интересное по вкусу. Их можно давать с собой на работу, в школу или просто перекусить чайком. В этот раз немножечко схалтурю, буду готовить из покупного слоеного теста, но можно использовать домашнее дрожжевое, либо такое же покупное дрожжевое, слоеное, какое хотите. Готовим из любого теста. Для начала нарезаем курицу. У меня здесь две половинки куриного филе, но вкуснее получается с мяса из ножек, более сочное. Также я распечатаю баночку домашних маринованных огурчиков, можно использовать квашеные. Нам понадобится где-то два огурца. Нарезаем их полуколечками вот такими. Лук обжариваем на растительном масле, добавляем мясо и на большом огне слегка поджариваем, для того, чтобы мясо как минимум побелело. Затем добавляем сюда сметану, либо сливки, если хотите, и специи по вкусу. Можно просто для курицы, у меня здесь карри, горчица сухая и перец. Также сюда понадобится крупный зубочек чеснока, либо два небольших. И все это перемешиваем, оставляем томиться под крышкой минут этак на 20, для того, чтобы соус стал погуще и мясо полностью приготовилось. Из чеснока, перца, немножечко соли и майонеза, либо сметаны готовим соус. И затем уже занимаемся раскаткой теста. Повторюсь, у меня здесь слоеное тесто бездрожжевое. Разрезаю каждый кусочек на 8 частей и раскатываю на тонкие такие квадраты. В срединку кладу мясо соусом, наверх на мяско идут огурчики маринованные, затем помидорчик свежий кубиком нарезанный. Выкладываем чесночный соус, где-то с чайную ложку хорошую, немного сырка по вкусу любой, который вы хотите, который плавится. И защипываем, делаем, собираем вот такую вот хинкалину, такой круглый пирожочек сверху со складочками. Хорошо его зажимаем и отправляем на противень. Не забываем же, нужно смазать, чтобы было красиво, каким-нибудь яйцом, либо желтком. Со всех сторон промазываем и я посыпаю в этот раз кунжутом. Можно посыпать панировочными сухарями, будет одинаково красиво. Отправляем в духовку. Духовка разогрета на 170 градусов примерно на 30 минут. Смотрите, просто, чтобы они красиво подзолотились, так как внутри они уже готовы. В общем, это получается очень вкусный такой перекус. Я думаю, вам и вашим близким 100% понравится. И вы ставьте обязательно лайк под видео. А с вами, как всегда, был Кекс. Друзья, до новых встреч. Пока-пока!